Марка, 4 глава. Спасибо, Иисус. Он говорит, будьте внимательны. Он выделяет основные принципы, которые нам с вами необходимо усвоить для того, чтобы Царство дало эффект. А вы получили свои дивиденды. Итак, смотрите. 26 стих. «И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва, и сказал, чему уподобим Царствие Божье, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. В обоих случаях видно сходство Божьих методов с сельским хозяйством. Когда фермер хочет вырастить пшеницу или горох, ему нужны семена. Так же и вам нужно семя. В нашем случае это семя — Слово Божьего. В Библии сказано, что это нетленное семя. Почему нетленное? Оно продолжает приносить плод и никогда не увянет. Послушайте меня внимательно. Полноценная христианская жизнь невозможна без Божьего Слова. По законам Царства вы не будете исцелены, не приняв Божье Слово об исцелении. Без Божьего Слова у вас ни в чем не будет успеха. В Божьем Царстве нельзя получить свободу без Божьего Слова. Другими словами, если вы хотите, чтобы Слово было эффективным в вашей жизни, если хотите получить результат, то, во-первых, это самое главное, необходимо сделать Царство Божье приоритетом в своей жизни. А во-вторых, нужно понимать, как важно получить Слово от Бога относительно вашей ситуации. Насколько важно получить Слово от Бога? Потому что Слово — это семя. Царство подобно человеку, который сеет семена. Что бы вы ни попросили у Бога, не делайте этого без семени. Где ваше семя? Что бы ни случилось, может быть, вы болеете, вас уволили с работы, семейные проблемы. Первое, что вам нужно сделать, это пойти и взять свое семя, Слово из Библии. Что толку злиться на Бога, молиться, да хоть лбом биться об стенку, если у вас нет семени. Вы слышите? Что толку петь, молиться на иных языках, взывать о помощи и даже верить? Нет-нет, где ваше семя? Вы говорите, что верите Богу. На основании чего? Где ваше семя? Но я точно знаю. На основании чего? Попросите любого, кто считает себя верующим, рассказать о своей вере в Бога, о своей духовной жизни, а потом спросите, на чем держится их вера. А они не знают. Что значит, на чем держится? У тебя есть семя. Да, у меня есть Библия. Но что конкретно Бог вам сказал? Как вы будете расти? Идя в магазин, фермер не покупает, что попало, и не разбрасывает семена направо и налево. На все воля Божья. Нет, он точно знает, что хочет получить. Еще ничего нет, а он уже знает, что из чего вырастет. Он купил определенный сорт семян. Ему нужна кукуруза. Он пошел и купил семена кукурузы. Он не как некоторые верующие. Им нужно исцеление. Они читают о языках и о спасении. Нет. Вам нужно исцеление? Ну так читайте об исцелении. Понимаете? Мы живем по законам царства. Итак, он сравнивает Божье царство с человеком, у которого есть семя, и который сеет это семя. Он сеет свое семя. То есть, мы берем семя, и мы сеем это семя. Мы берем семя, и сеем это семя. Мы берем и сеем. Многие верующие берут семена и не сеют их в землю. Из семян, припрятанных в мешках в сарае, ничего не вырастет. Из семян кукурузы, сложенных в мешки, в сарае ничего не вырастет. Из пшеницы, лежащей в мешке, из яблок, лежащих в мешке, ничего не вырастет. Кому-то придется попотеть. Кто-то должен пойти работать. Семена не выпрыгнут из мешка и не упадут в землю. А нам почему-то кажется, что библейские стихи сами запрыгнут в голову, пока мы спим. Так не бывает. От вас требуется усилие. Скажите, пришло время потрудиться. Еще раз, я работаю над этим. От вас потребуется усилие, чтобы принять это слово, чтобы взять это семя и посеять. А чтобы посеять, нужно сначала впитать его через глаза, через уши. То есть нужно говорить слово. Делать это снова и снова. Приложить усилия. И снова и снова прилагать усилия. Вы как тот отросток, который поставили в воду и так оставили. Оставайся в воде. Если вас спросят, почему вы не ругаетесь матом, не делаете разные глупости, забыли про кино, скажите, «Я занят делом». Хотите увидеть результат? Посейте семя землю. Дальше, 20 стих. Марка 4, 20. Здесь сказано. В 14 стихе написано, «Сеятель слово сеет». 20 стих. А посеянное на доброй земле означает тех. Видите, что бывает, когда почва добрая? Важно помнить, что в вас заложено. Написано, что «Царство Божье внутри вас». Вы понимаете, что ваше сердце — это та почва, откуда растет семя слов, как негативных, так и со знаком «плюс». Если вы читаете слово, слушаете, говорите его, то ваши слова, наконец, проникают в сердце, где, прорастая, обретают жизнь и получают физическое выражение. Если я постоянно впитываю негативное, то, попадая в сердце, это тоже прорастет. Понимаете? Как христиане, мы должны тщательно следить за тем, что мы пускаем в свое сердце. Дьявол стремится контролировать ваши глаза, ваши уши, язык и через обстоятельства заронить в ваше сердце свое семя, которое потом прорастет и порождает жизнь. Понимаете? Смотрите, 20 стих. Здесь сказано. «Опосеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово». Семя сеется, когда вы слушаете слово. Они слушают слово, смотрите дальше, «и принимают». Скажите, принимают. Что значит принять слово? Это значит вступить во владение. Это значит, что теперь это мне принадлежит. Когда в Библии я читаю о том, что ранами его я исцелен, теперь я не просто читаю эти слова, но теперь я применяю это к себе. Я понимаю, что ранами его я исцелен. Я беру написанное слово, и оно становится моим. Теперь это мне принадлежит. Согласно этому стиху, мне принадлежит исцеление. Вы скажете, «А зачем вступать во владение?» Без этого не будет зачатия. А в чём разница? В момент зачатия возникает беременность. Но чтобы зачать, а потом и родить, сначала женщине нужно принять в себя сперму. Я принимаю слово. Вбираю это слово. Принимаю слово в себя. Я подписываюсь под каждым словом. Когда я принимаю в себя семя, Слово Божьего, отныне речь идёт обо мне. Написано, «Ранами его вы исцелены». Нет, это я исцелён. Как здесь и написано. Это написано про меня. Моя задача — это сберечь. Но что происходит? Вот обстоятельства пытаются противостоять вам, лишить вас чего-то. Это Кейджек-потрошитель. Он только и ждёт момента, когда вы спите, когда вы не ожидаете, чтобы найти любую лазейку, влезть и взять то, чем вы обладаете. Аллилуйя. Но если дать ему отпор и отстоять свои владения, произойдёт зачатие. и когда это произошло, и что-то в вас зародилось, после того, как вы забеременели исцелением, избавиться от этого понимания можете только вы сами, но вы не пойдёте на аборт и никому не дадите убить своего ребёнка. Итак, вы забеременели, и теперь готовитесь к родам. Я обращаюсь к верующим. Мы так живём и так поступаем в Божьем Царстве. И не важно, что я вижу, слышу или чувствую. Важно, что говорит Слово Божье. Когда я знаю, что имею, я думаю так. Даже всё плохо, я думаю так. Дьявол, лучше мне не найти то, чего я ищу. Нет, нет, нет. Нет, подожди-ка, сам виноват. Куда же ты? Ну погоди. Стой, стой. Сиди, стой, подожди. А, вот нашёл. Теперь это моё. Это моё. Убери свои руки. Это моё. И так несколько дней, глазами, ушами, языком, заявить о своих правах. Пока непонятно, что это, реальность или вера. Так это вас захватило. Вы говорите Слово. Вы слышите Слово. Вы читаете Слово, заявляя свои права на Него вплоть до самого зачатия. Интересно, что в кабинете врача есть прибор, способный показать вам изображение того, что у вас внутри. Боже мой! Как узнать, что вы беременны? Когда сможете закрыть глаза и представить это? Послушайте, послушайте. Когда сможете это увидеть, не закрывая глаз. Когда вы сможете это увидеть, будь то с закрытыми или открытыми глазами, знайте, что вы беременны. Это оно. Если вы можете это представить, вас ничто не остановит. Потому что мы ходим верою, а не видением. зачатие. Зачатие. Вот как это делается в Царстве. Вот как это делают граждане Божьего Царства. И пока мир говорит одно, СМИ говорят другое, мы делаем дело. И тому делу, которое мы делаем, не суждено кануть в лету. Всему свое время. Узнав о беременности, не ждите, что ребенок родится сразу. Он родится, но всему свое время. Также во время беременности в организме женщины происходят некоторые изменения, чтобы она могла выносить ребенка. Если вы просите что-то у Бога, будьте готовы меняться. Надо что-то менять, привести себя в порядок. Если вы хотите родить здорового ребенка, вам нельзя есть, что попало. Вам нужна здоровая диета. Надо что-то менять. Нельзя распускать язык, нервничать, спать с кем попало, есть и пить, что попало, а потом жаловаться на жизнь и надеяться, что ребенок родится здоровым. Вы ведь не хотите родить неполноценного. Сейчас вы поймете, что я хочу сказать. В Библии сказано Марка 4, 20. Здесь сказано, «Которые слушают Слово и принимают». Смотрите, что дальше. «И приносят плод, каждый свой. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат, в зависимости от того, как протекала беременность, от того, насколько точно вы выполняли все рекомендации. Приведу пример из жизни. Давайте посмотрим, как Божье Слово в сердце человека получило физическое воплощение». Луки 1, глава. «Я верю, что Божье Слово может принять физическое воплощение». Луки 1, 27. «Хочется, чтобы вы так наелись словом, что съели и стул у соседа, чтобы вы пустились в пляс от восторга. покажите мне свою радость». Слава Богу! Ну что, всем хватает стульев? Луки 1, глава. Здесь описано Рождество Иисуса. «Когда Мария забеременела Иисусом, это случилось не от мужской спермы. Она была незамужней. Вот почему она спросила, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» То есть, как таковой сперми не было? В одном переводе Божье Слово переводится как «сперма». Смотрите. 27 стих. Луки 1, 27. «К деве, обреченной мужу имени Меосиф из дома Давидова, имя же деве, Мария, то есть была некая девушка, которая никогда не была замужем, и к тому же была обручена. Она была не замужем и была обручена. ангел, войдя к ней, сказал, ее посетил ангел. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно!» «Иначе говоря, уполномочена, ты между женами». Она же, увидев его, смутилась. Оно и понятно. Смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. «И сказал ей ангел, не бойся!» Ишь ты, смотрите, «Не бойся!» Страх способен убить в нас слово. Скажите своему соседу, «Не бойтесь!» Еще скажите, «Здесь не место страху!» «И сказал ей ангел, не бойся!» Страх уничтожает результат. Если вы молитесь в страхе, вы зря теряете время. Эффективность царства в вашей жизни уничтожается страхом. Величайший страх, которым сатана запугивает верующих, это страх, что Божьи обещания не исполнятся, что семя не вырастет. Божье слово — это то нетленное семя, которое неизменно приносит плод. Оно обязательно вырастет. Если вы думаете иначе, это говорит о том, что вы сомневаетесь в Боге, в Его обещаниях, записанных в Слове. Если вы молитесь и понимаете, что не уверены в результате, прогоните от себя эту мысль. Скажите, «Я верю Богу!» это обязательно исполнится. «Верой я принимаю это». Это наша война. Он захочет убить вашу мечту. Скажите ему «нет». Вцепитесь в нее зубами, глазами, ушами, руками и ногами, чтобы, когда он нападет, вы могли прогнать эти мысли, свести их на «нет». Послушайте, нельзя нейтрализовать негативные, плохие мысли другими мыслями. Их можно нейтрализовать только словом. Как это? Когда в голову лезут плохие мысли, не пытайтесь прогнать их, думая о хорошем. Вас примут за сумасшедшего. Остановите их словами. Не ждите, когда эти мысли заполнят ваш разум, когда их станет слишком много. Откройте уста и нейтрализуйте эти мысли. Понимаете? У вас депрессия? Скажите «радость в Господе сила моя». Тем самым вы нейтрализуете эти мысли, подчинив их своим словам, установив контроль над своим разумом. Но если вы просто молча сидите, погрузившись в эти негативные мысли, вы не контролируете свой разум. «О, я никогда не найду работу». Поймали себя на мысли, а теперь скажите «я верю, что для меня есть хорошая работа, которая мне подходит, и она от Бога». Тем самым вы защищаете свой разум от сомнений и неверия. Бог дал вам уста, Он дал вам слово. Зарядите свои уста Божьим словом, нейтрализуйте эти мысли и прогоните их от себя. Приведу пример. Про себя сосчитайте от одного до десяти. Тишина. Я все слышу. Готовы? Начали. Назовите свое имя. О чем вы думаете? Сосчитали? Вы остановились, подчиняясь речевым импульсам. Вот что значит пленить мысли. Когда эти мысли норовят украсть у вас семя, говорите им, «А если я на работе?» Вам не надо кричать. Достаточно прошептать Божье слово, и все. Поймали себя на мысли, и тут же, «Нет, ранами его, я исцелен». И мысль тут же ушла. Поймите, я учу вас, как себя вести, как поступать в царстве, как будто вы жители другой планеты. И я учу вас жить по законам Божьего Царства. На небесах вам придется этому учиться. На небесах не будет демократии. Чтобы преуспеть в царстве, нужно мыслить по-царски, иначе успеха не будет. Вы слышите? Хорошо, дальше. «И сказал Ее ангел, не бойся». На чем мы остановились? «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя, и Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Смотрите-ка, царство его не будет конца. Царство его не будет конца. Мирская система даст бой, а его царство никогда. Отличная новость. 34 стих. Настал черед Марии говорить. Иногда лучше бы нам промолчать. Мария же сказала ангелу. Хороший вопрос. Не то чтобы она сомневалась, ей просто хотелось знать. «Как будет это, моя беременность, когда я мужа, не знаю». Другими словами, «Как это возможно без участия мужчины, без мужской спермы?» «Как это будет? Как я смогу забеременеть, будучи девственницей, обрученной? Как я могу забеременеть, если я не сплю с мужчиной? Как это обычно делается в миру?» И что же в ответ? И что же в ответ? Возможно, вы спрашиваете, «Как я найду работу, не сделав того, что для этого нужно? по мирским меркам?» «Как я добьюсь успеха, не сделав того, что для этого нужно по мирским меркам?» «Как я могу вылечиться без таблеток?» На все ваши «как» один ответ. «Как мне найти мужа в свои 35?» «Не скажу». «Хотя вы этого только и ждете». «Смотрите». «Смотрите, смотрите». «Как будет это?» «Как будет это?» «В Божьем царстве вы найдете все ответы». «Как будет это?» «Как будет это?» «Как мне изменить свою речь?» «Как будет это?» «Я знаю, что ты мне сказал». «Какие хорошие слова, аллилуйя». «Главное, чтобы это было от Бога». «Бывает, что мы сами это придумали». «Откуда это?» «Может, зависть или ревность?» «Это вам Бог сказал?» «Аллилуйя». «Мы знаем, что у нас есть Божье Слово. Это так. И это важно. Но зачатие происходит в тот момент, когда я вбираю в себя это Слово. «Как будет это?» «Когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». «Вот Елизавета, родственница твоя, называемая Неплодную, как о ней говорили, и она зачала Сына в старости Своей. и ее уже шестой месяц. «Ибо у Бога не останется бессильным». Спасибо тебе, Иисус. Никакое слово написано «Ибо у Бога». «Ибо с Богом». Спросите кого-нибудь, «А вы с кем?» «Вы знаете, с кем вы?» «Написано, что с Богом нет ничего невозможного». «Скажите, ничего». И пусть трудности знают, с кем вы. Пусть рак знает, с кем вы. Пусть нищета знает, с кем вы. С Богом нет ничего невозможного. В следующем стихе мы читаем о том, как привести это в действие. Тогда Мария сказала, а теперь внимание, «Се, раба Господня, да будет мне, вот как надо, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Она приняла это. Она приняла это. Она сказала, пусть будет так, как ты сказал. «Слава Богу! Пусть будет так, как ты говоришь. Пусть будет так, как написано в слове. Пусть будет так, как сказал Исаия. Пусть будет так, как здесь написано. Вот что значит принять». В тот день она приняла семя. Произошло зачатие. И через девять месяцев она родила нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, когда Слово стало плотью и обитало с нами. Написано, «И мы видели Его». Слово стало плотью. Все вокруг, все, что вы здесь видите, все в этом мире произошло от слова. Произошло от слова. «И сказал Бог». Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Слово это основа всего живого на земле. Вы акцентируете внимание на материальных благах, а Бог хочет, чтобы мы сделали акцент на том, что лежит в основе всего материального, на Его Слове. Мы все перепробовали, а Бог хочет, чтобы мы встали на основание, основание для исцеления. Слово приносит результат. И Слово стало плотью. Мы не читаем Библию, не проводим время в Слове и постоянно просим у Бога пустых вещей, хотя Он дал нам Свое Слово. Прежде чем продолжить, давайте откроем притчи, четвертую главу. Притчи, четвертая глава. «Спасибо, Иисус. Скажите, я больше не буду прежним. Я живу в Царстве». Это приводит бесов в ужас. Поймите, когда мы пренебрегаем Словом, дьявол тут, как тут. Стоит вам выйти за дверь, он тут, как тут. Он придет и не знаю через что, но он постарается украсть посеянное Слово. Итак, притчи 4, 20. Смотрите, «Сын мой, слова моим внимай, и кричам моим преклони ухо Твое». Смотрите, как интересно, он говорит «внимай моим словам», а потом говорит «как это сделать?» «И кричам моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего. Не дайте дьяволу украсть у вас Слово, храни их внутри сердца Твоего. Поймайте себя на мысли, прогоните эти мысли, храните их внутри сердца Твоего. Зачем? Смотрите, «потому что они жизнь». Слова — это жизнь. Точно так же, как семена — это семена. Слова — это жизнь. Слова — это жизнь. Это жизнь. Это жизнь для того, кто нашел их. И, внимание, здравие для всего тела Его. Мы покупаем лекарства, а Бог говорит, «Я дал вам лекарства». В Царстве своё лекарство. В Царстве своё лекарство. Оно не в таблетках и не в микстуре. Оно в словах. Но мы живём в этом мире. Мы так привыкли. Это так знакомо. Я не знаю, как по-другому. Меня научили так жить. Все так делают. А я говорю вам, что есть способ лучше. И у вас дилемма. Вам вроде бы и хочется мне поверить, но вы привыкли жить по-другому. А по-другому уже никак. Зачем ждать, пока будет совсем плохо, чтобы поверить в Божье Слово и сделать то, что от вас требуется? Я верующий. Я верующий. Я верующий. Слово принесёт плоды в реальной жизни. Божье Царство действует через Божье Слово. Но я должен в это поверить. Я должен поверить. Смотрите. Матфея, 21 глава. Я должен поверить. Без веры я не попаду в Царство. Это не то место, где можно сначала попробовать. Нет, я должен поверить. Вы скажете, почему в Церкви нет чудес, а как их сказано в Деяниях? Да потому что мы не верим так, как верили в Деяниях. Почему Америка уже не та, что раньше? Потому что вера не та, что раньше. Скажи я об этом в другом месте, мы бы уже увидели чудеса. Расчётливый американский ум мешает нам принять это на веру. Вы уже разбиты, как те скрижали, которые Моисей сгоряча уронил на горе Синай. И вы всё ещё размышляете, верить или нет. Смертельно больны. И туда же, не зная, верить или нет. Мы разучились верить. Мы разучились верить, как верили наши предки. Мы разучились верить. Среди множества голосов и лиц вы не знаете, кому можно верить. Вы стараетесь верить правительству. Вы не знаете, кому верить. Вы говорите, «Я не знаю, кому верить». Не знаю, кому верить. Одни говорят одно, другие — другое. Не знаю, кому и верить. Наверное, нужно примкнуть к мнению большинства. «Прежде всего, я верю Богу». Скажите, «Я верю Богу». Вы скажите, «А если я не верю?» Скажите, «Я верю Богу». А если нет? Говорите, пока не поверите. Убедите себя поверить. У вас дар убеждения. Вы уговорили кусочек торта, хотя знаете, что нельзя. А потом вы уговорили куриную ножку с острым соусом и большой бутылкой колы. Вы уговорили себя это сделать? Убедите себя поверить. «Я верю Богу». «Я верю Богу». «Он спас меня, осветил, вытащил из грязи. Я верю Богу». Воскресил Иисуса из мертвых, пролил свою кровь. Я верю Богу. Я ничего не боюсь. Я верю Богу. Я ничего не чувствую, но я верю Богу. Я не вижу, но я верю Богу. «Что бы ни было, я верю Богу». В Матфея 21-28 мы читаем притчу о двух сыновьях с 28-го стиха. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись и переменив свое мнение, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. «Который из двух исполнил волю Отца». Говорят Ему, первый. И Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божье». «Что тут началось? Но почему? Как же так? Как можно, чтобы мытари и блудницы пошли в рай прежде меня? За что? Как ты мог это допустить?» Он говорит, «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему. А мытари и блудницы поверили Ему. Вы же! И, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему». Ой-ой-ой. Нельзя войти в Царство без веры. Можно знать о Царстве, но без веры. Можно знать структуру. Понимаете, о чем я? Но без веры. Все возможно верующему. Это простое правило, которое мы забыли. Простое правило, которое мы забыли. Это очень просто. Это просто. Я верю Богу. Я верю. Небеса ждут верующих. Мы называемся верующими, но не верим. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Делающие беззаконие. Это черный день. Можно всю жизнь ходить в церковь, записывать проповеди, но так и не понять, во что же я верю. Оказывается, я больше верю правительству, чем Богу. Больше верю врачам, чем Богу. Я провозглашаю кровь Иисуса на всякое неверие и изгоняю это из нашей среды. Отныне мы верим Богу. Мы верим Богу. Скажите, «Я верю Богу». Псалом 18. У каждой страны есть свои законы. Как и в Божьем Царстве. У каждой страны есть конституция или основной закон. Восьмой стих. Здесь сказано, «Закон Господа, что? Что? Закон или доктрина? Учение. Закон Господа совершен, укрепляет душу». Да, нам это нужно. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Я верю Богу. Почему ты думаешь, что Библия правильная? Здесь так написано. Послушайте, в каждой стране есть своя конституция. Божье Слово – это конституция Царства Божьего. Мы это поняли. Божье Слово – это конституция Царства Божьего. А если точнее, как называется Закон Царства? Римлянам, 3 глава. Спасибо, Иисус. Римлянам, 3 глава. 27 стих. Аллилуйя. Аллилуйя. Чтобы добиться определенных успехов в Божьем Царстве, вам нужно стать долгой в Слове. Приходя в церковь, не ждите чего-то экстраординарного. Лично я за. Но вы не хотите узнать, как самому это сделать, а не просто надеяться, что кто-то это сделает за вас. Представьте, что вы каждый день ждете, что кто-то вас накормит чудом. Лучше уж вам научиться готовить чудо, чтобы благословения не кончались. Римлянам, 3, 27. Все вместе. Готовы? Читаем. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры». Законом веры. Друзья, послушайте. Вера — это закон Божьего Царства. Без Него в Царстве ничего не происходит. Вера — это закон Божьего Царства. Вера — это закон Божьего Царства. Если вы не знаете, как жить верой, как поступать по вере, как говорить слова веры, вы много потеряли. Вера — это закон Божьего Царства. Вера — это не способ получить желаемое. Вера — это основной закон Божьего Царства. А его исполнение — это условие успеха. Это закон. Пытаясь попасть на территорию Царства без веры, я нарушаю действующий закон. Нарушаю закон веры. Его исполнение — это условие успеха. Его исполнение — это условие успеха. Бог уготовил каждому рожденному свыше верующему жизнь по высшему стандарту. Но Он ждет, что мы будем жить верой, так как нам предстоит жить в Царстве, в котором нет конца. Он хочет увидеть очевидное отличие в вашей жизни после рождения в Божьем Царстве, жизни по законам веры. Но если вы родились свыше, и на этом все, и вы не хотите узнать больше о Царстве, о жизни верующего, то формально вы, конечно, христиане, однако очень сильно подвержены влиянию этого мира. И это печально. Идем дальше. Приготовьте свои руки. Книга Аввакума, 2 глава. А Аввакто? Посмотрите в Библии, откройте оглавление и найдите. 958 страница. Быстренько откроем. 907 страница. Давайте. Кто нашел, скажите «Аминь». Хорошо. 4 стих. Аввакум, 2-4. Готовы? Читаем. «Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Кто будет жив верой? Еще раз. Кто? Скажите, «Я праведник». Откройте Римлянам 1 главу. Римлянам 1 глава. 17 стих. Римлянам 1, 17. «Вера — это закон царства». Римлянам 1, 17. Все вместе готовы? Читаем. «В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет». Праведный — это тот, кто был оправдан. Когда вы родились свыше и назвали Иисуса своим Господом, вы обрели праведность. Праведность в вере. Праведность через новое рождение. «Рожденный свыше праведник, которого Бог оправдал, отныне живет по определенным правилам». Как здесь сказано. Праведный будет жив. Будет жив чем? Чем? А кто будет жив верой? Кто? Праведный будет жить как? Как вы должны жить? Какой закон царства? Откройте Галатам 3 главу. Галатам 3 глава, 11 стих. Галатам 3, 11. Все вместе готовы? Читаем. Что законом никто не оправдывается пред Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. Кто будет жив верой? Как будет жить праведной? Верой. А кто вы? А чем вы живете? Какой закон царства? Евреям, 10 глава. Хорошая тема. Евреям, 10 глава, 38 стих. Все вместе готовы? Читаем. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Праведный будет жить чем? Праведный чем будет жить? Кто будет жить верой? А кто вы? Какой закон царства? Здесь сказано, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. В Библии сказано, что Богу можно угодить только верой. Евреям, 11, 6. Евреям, 11, 6. Все вместе. Готовы? Читаем. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Приходя к Богу, ища спасения, нужно верить, что Он есть. Он есть, когда вам плохо. Он есть, когда вы болеете. Нужно верить, что Он есть. И ищущим Его воздает. Дальше. Еще немного. Римлянам 14 глава. Еще немного. А где же ваши... Нет, нет, продолжай. Мы хотим еще задержаться на час. Я изумлен. Римлянам 14, 23. Здесь сказано. А сомневающийся, если ест, осуждается. Подождите, что это значит? Когда я сомневаюсь, это препятствует, тормозит, сдерживает. Это следствие проклятия. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. Смотрите, что дальше. А все, что не по вере, грех. Так, смотрите. Согрешить значит не попасть в цель. Так? Наша цель — это Божье Царство и плоды Царства. Так? Он говорит, что все, что делается без веры, не попадает в цель. Друзья, поступая не по вере, вы промахнетесь. Все это мимо Царства. Вы многое потеряете. Смотрите, как будут оценивать вашу жизнь, когда придет Дух Святой. Это последнее место Писания. Запомните мои слова. Все, что не по вере — грех. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Давайте вместе откроем Евангелие от Иоанна, 16 глава, 9 стих. Начнем с 8. Иоанна 16, 8. Здесь сказано. «И Он, придя...» Речь о Святом Духе. «Обличит мир о грехе и о правде и о суде». О каком грехе идет речь? Девятый стих. «О грехе, что не верует в Меня». Грех неверия. Отказываясь жить по законам Божьего Царства, доверяя Богу, как источнику всего в своей жизни, вы тем самым не только заявляете о своем недоверии Царству и Богу, как источнику, но тем самым вы говорите, «Вообще-то я не верю Богу. Я не верю, что Он позаботится обо мне и восполнит мои нужды. Я не верю, что Он исцелит меня. Я не верю Богу. Все, что делается не по вере, служит верным признаком недоверия Богу и Его Царству». Вот что такое грех. На суде нас будут судить не за наши грешки, а за неверие Богу. И если бы мы доверяли Ему, нас бы это не пугало.